А, ты хотел сказать, что мы их установили, конечно. Через 620 дней все будет известно. Да, 619. Лех Валенца, я не передавал никакой информации спецслужбам, ни на кого не доносил и денег себе не брал. Да, вот выясняется, что Лех Валенц подписал денежные документы на получение денег, но он утверждает, что денег не брал, очень легко это выясняется. Во-первых, агентурные дела наверняка остались. Там наверняка должны быть расписки о получении денег. Или если эти деньги крали сами вот эти вот КГБшники, как он утверждает, я вполне это допускаю. То есть у него, я так понимаю, с ним были неплохие отношения, такое делалось очень часто. Я знаю, в Красном Куте под занавес советского периода был пьяниц КГБшник. Да, там у него был пожарный доверенным лицом еще. И вот они друг на друга писали малявы по кругу. Ну они, приличные люди, снимали по девятке деньги и пропивали их. Все вместе. Да, ну вот друг на друга писали доносы. Но там, естественно, расписки сохранились. А там, где КГБшники сами деньги похищали, они, как правило, ведомость. Ну потому что ведомость можно поставить за корючку и все. И вот такую ведомость они выдумывали. Поэтому можно там покопаться и посмотреть. Я думаю, что он, Лех Валенс, я думаю, абсолютную правду говорит, что сделал, так сказать, приятно этим КГБшникам. А они его подставили. То есть это еще раз говорит о том, что со спецслужбой на одном гектаре нельзя срать садиться. Если они говорят вам, вы делаете родине хорошо там, я не знаю кому-то, шлите нахер. Никаких договоров. Даже если они сладкие, ласковые, ничего, ни о чем никогда не договариваются. И не пытайтесь никогда их обмануть. А вот соратникам нашим, да, вот те, кто нас смотрит, постит, слушает. Если пытаются на них кто-то выйти. Ну вот у меня, например, мне кто-то если звонит, хотя с 12-го года уже даже не звонит. У меня была такая, вот полгода мне кто-то звонил, я говорю, ребят, вы кто такие? Мы хотим с вами встретиться. Говорю, ребят, в одно место, да. Повестку присылать. Идите в повестку. С адвокатом, какие вопросы, никаких проблем. Лучше два адвоката. Для того, чтобы были свидетели, чтобы уже ничего вообще никто не мог сказать. Потому что любой контакт, любой контакт без адвокатов, без свидетелей, он может быть интерпретирован как угодно. Конечно. Просто не должно быть контакта, никакого. Если есть контакт, то он должен быть официальный. Вот повестка, вот адвокат, вот ордер у адвоката, все, никаких вопросов. Никаких контактов. Мы с вами хотим задушевно побеседовать. Вот как в анекдоте про пиздоболов задушевно. Не надо со мной задушевно. Я с дружками своими задушевно побеседую. А какой анекдот? Ну, когда появился, в советский период уже к концу подходил. И появились там эти разные фирмы, которые разные услуги оказывали. Появился анекдот, что в вечерней Москве выходит объявление, значит, что... Ну, вот, я не знаю, там все матерные выражения, что там, ёбри, террористы. Да, там столько-то стоит в час. Ну, и баба такая пришла домой, звонит, говорит, а можно мне такого прислать? Он говорит, можно, а сколько, столько денег? А двоих можно? Он говорит, можно двоих. А ведь сколько? Ну, вот столько денег. Ну, а там пожрать наготовила, бутылку поставила. Приходят двое такие приличные, в галстуках, в очочках, с чемоданами, селят, значит, кушают картошку, пьют, разговаривают. Так задушевно все. Она говорит, это... А что, ну, а когда мы пойдем-то? Они говорят, а куда? Она говорит, ну, как, куда? Туда. Она говорит, ёлки-палки. Да, наверное, в агенции опять все перепутали. Она говорит, ну, как, ну, вам же нужны были террористы. Она говорит, да, а мы же совсем другое, мы пиздоболы задушевные. Понимаешь, вот задушевных... Не надо к задушевным ходить. Повесточку, адвоката и все. Причем вот из прокуратуры, вот, нет, звонили, да, партию особенно здесь зарегистрировали. Девушка такая милая. Я хочу с вами поговорить. Я ее пригласил в сауну. Потому что со мной хотели поговорить неформально. Я говорю, ну, поехали в сауну. Она сразу начала психовать. Я говорю, а что вы психуете? Давай, может, ты же неформально хотел, давай с тобой на ты, в сауну, все дела. Нет, вот мы с вами на вы. На вы пишите повестку. Не требования, как прокуратура любит писать. Нет, не надо, никаких требований. Вот так вот и в жопу требования. Пусть требуют. Поэтому даже вообще не ошибся. Повестку и адвоката, и все. Лучше двух, я говорю. ЮНЕСКО отказалось признать российский заповедник Херсонес. Ну да, вот...